так привет меня зовут суслик и этот ролик будет посвящен скинам боссу это довольно-таки важная тема на самом деле потому что ваш скин в принципе напрямую влияет на вашу игру вот но сначала поговорим конечно же нашем спонсоре магазин шмоток для ксго ксго random.ru дешевый рандом шмоточки заходим покупаем обязательно теперь скинах скин это то собственно как выглядит вся ваша игра можно сказать то есть как выглядит курсор как выглядит кружочки для начала хотелось бы поговорить именно о моем скине почти в каждом ролике наверное спрашивают где можно взять скин как у меня суслик скин скин я этот скин как бы не скрываю у меня когда первый раз попросили его сразу выложил в группу вот он закреплен здесь этот скин в группе zdr собственно так сейчас попытаюсь поправить бандикам вот собственно адрес то есть я не фиге это скин не скрываю вот он висит я даже описал откуда я взял какие-то его части вот вообще как бы откуда изначально брать скины да то сейчас я покажу надо сделать отдельное видео по настройке игры тоже важно но вот изначально ваша игра выглядит вот так как то вот такой вот курсор да то есть не самый удобный скажем так не на самом деле это не самый неудобный здоровый таки удобный скид вот но не всем он нравится мне мне нравится например вы можете принципе куча скинов найти в интернете вот это например скин блюдрегона но большинство людей которые такие топовых у них очень странные почему скины я не знаю почему контикри на самом деле много скинов да то есть какие-то стебные скины там полно скинов много и вы можете любой скачать у них вообще без проблем вот так выглядит мой ну и так далее в общем-то их реально много ладно я верну свой это что касается собственно как-то выглядит меню где же взять скины ну на самом деле много где можно взять скины вот вы буквально можете просто в яндексе вписать не знаю осу скинс и вам выпадет например вот такой вот сайтик неофициальный скину официальный сайт но здесь как бы скинов много и в принципе если он например понравилась какая-нибудь часть какого нибудь скина вы спокойно можете взять эту часть запихнуть свой скин да ты сейчас я об этом подробнее расскажу например какой-то fps boost скин вообще не знаю о чем это вот давайте скачаем нажимать скачать и вот у вас появляется файл оск но если искать очень хорошо просто активируйте нажимаете и в игре у вас появляется собственно появляется этот скин сейчас у меня чуть написано что не получилось но видимо хоть порошенский неважно сейчас найдем еще конь просто чтобы показать да ну их реально много то есть тут больше шести страниц это однозначно спешил нет спасибо такой х на ю тубе показывать не буду как бы вроде могу немного тупить что я это экспромтом как бы записываю да естественно без кулевых сценария тут стол не знаю давайте скачаем его big black на фоне так ну вот мы сейчас нажимаем download и у нас опять войска но суть том то что может быть войска а может быть архив если архив то вам просто нужно будет собственно в директорию осу пойти в директорию осу на новых компах как ну то есть на новых системе они в дате ну вы можете просто на ирлой кликнуть а я вот помню то что у меня просто программ файл сах он висит то есть ну сейчас удержим вот вот папка здесь как для дебилов просто папка skins вот все скины собственно которые у вас тут есть так ключ не получилось удаляем и также естественно официальном сайте тоже есть датабаза скинов то есть это есть ин официальных но я все-таки предпочитаю кончик такой сайт или самим делать вот сейчас покажут я нажимаю хрис войска может в этот раз у меня получится и да да у меня получилось ну это что-то пиздец какой-то сейчас я поставлю на паузу что у меня окно бантикам и зависло так вот допустим мы установили какой-то скин но это пиздец несколько все честно я не знаю как с таким можно играть больше платить вот ну допустим нам что-то не понравилось например мне не понравился курсор мы идем в папку собственно папку лосу вот она папка скинов сейчас пошире это сделаем и ищем собственно это скин он по моему называется что-то там с хердсоуна вот он и у нас тут собственно куча каких-то непонятных файлов ну на самом деле мне скажу непонятные да тут чисто интуитивно можно понять что к чему я советую сортировать по типу вот и собственно вот нас все картиночки и мы любую картиночку в общем-то можем заменить но давайте например сейчас возьмем какой-нибудь скин лобов вулфа и заберем отсюда курсор заберем отсюда курсоры и собственно пихнем вот сюда нам предложат заменить мы заменяем если тут есть курсор 2x мы его удаляем то есть это как бы анимация да то есть если у вас например вы заменяете курсор единичный на двоичный если так можно сказать да то вам второй вторую часть прошлый курсор надо удалять вот ну и теперь если мы вернемся в игру собственно и как бы переключил скины хотя там уже поменялось вот нас уже другой курсор видите то есть элементарно в общем то есть такая хрень типа анимированных кнопочек сейчас я опять продемонстрировано скинею в букву например то есть видите вот сейчас вы видите вот кнопка бэк такая вся мигает вот видите анимация идет видите вот здесь вот как-то достигается я на самом деле не уверен то что в этом есть какой-то смысл реально но собственно сейчас я покажу на самом деле все очень просто достаточно вот например просто видите несколько картиночек который как бы как бы анимировано то есть игра и поочередно можно сказать эти картиночки включая там я не знаю какая очередность может прописывается то есть я сам не самый мастер как бы с кино в данную такая базовую вещь я знаю вот параметры скина в принципе здесь тоже все довольно таки понятно интуитивно да то есть все цвета вы просто копируете из какого-нибудь другого скина и меняете здесь очень хотите вот ну и здесь как бы вот если у вас есть какой-то скин вы можете заменить там сами вот например мне очень нравится то тут кнопка анимированная я ее беру просто и в свой скин собственно запихиваю и делаю кучу замен то как видите мне здесь очень долго и мучительно придется удалять еще кучу кучу анимированных скипов автор этого скина очень старался вот поэтому короче да я сейчас исправлю например у вас такая ошибка вы идете собственно 5 скины и ищите дефолтный скин вот у меня дефолтный скин сейчас я сортирую по типу опять советую всем сортировать по типу реально будет лучше удобнее и например ищущущую где кнопочка была кнопка скид по моему я там налажал до 9 я беру так и закидываю опять в эту папку опять меняю замены и вот сегодня нормально все кнопочки вернулись на то есть это это если вы делаете не свой скин а совмещаете несколько да то есть в принципе я реально советую всем кто играет заняться этим то есть реально сделать себе кастомный скин который вам будет удобен вот ну я считаю довольно таки важно что касается таких эффектов сейчас будет увидите всякие эффектики типа знаете какие-то всплески я не знаю что это за скин вся начнется песенка давай начинайся давай 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 но здесь я же кому удалил вот видите вот эти вот синие всплески дай зеленые там ворога всех спинах разное ничего нет вот здесь вообще вот такие вот допустите если вы там играете сложно карту вас на весь экран эта хрень это не очень удобно как бы для этого существуют пустые пнг вот смесь это москин да это москин есть реально много пустых пнг то есть если вы просто удалите файл у вас будет дефолтный кусок скина если же вы какую-то часть скина например вам не хочется кнопку бэк я не знаю зачем вы берете удаляете все-таки бэк оставляйте один меню бэк и делайте его просто пустым пнг файл тогда у вас не будет просто кнопки а если в тупо удалите б у вас будет дефолтная кнопка понимаете о чем то есть если в скине есть какой-то файл он заменяет дефолтная если нет то не заменяет все просто на самом деле реально скины это интуитивно понятная вещь любой разберется кто захочет все что здесь надо уметь это буквально заменять файлы и если вдруг вы хотите реально четкий кастом и скин то хоть какое-то владение photoshop то есть вот например видите к у меня курсор он фиолетовый такой розовый мне удобно его видеть а в дефолтном скине он вот такой синенький то есть я чё сделал я открыл панту сани открыл 4 эти картинки убрал насыщенность в ноль и поверх покрасил розовым у меня получился вот такой вот курсор чудо то есть в принципе здесь все довольно таки просто но это это важно то есть если у вас плохой скину просто играть не сможет сейчас продемонстрирую напоследок в принципе все про скины сказал я поставлю какой тему джи скин кстати вот это достаточно удобный моджи скин как ты бы странно то не было вот так неудобно получает покажутся вызвите и сейчас вы увидите что это я едва не понимать что исходит на экране и честь то есть вот таких вот скинов чисто для прикола и достаточно много но с ними скажу прямо играть очень проблематично вот в общем экспериментируйте кампилируйте свои скины у большинства профессиональных игроков их скины выложены в шапке их профиля ну честно даже даже у меня в шапке висит мой скин вот а теперь собственно такой херни вот как например фон это уже чисто меня спрашивали фон ведь у меня фон необычный обычный фон это это вот так у всех такой фото это я не знаю что это это арты такому конечно вот такой будет у всех задних фондове а кастом и задних фонов доступны только саппортеров я же говорю что саппортеру то есть вы там 4 доллара за донатили разработчикам и у вас собственно такой скин в директории скина по моему это бы графоту меню background и все все элементарно но вы сами понимаете да если вам реально в ламину 4 доллара там сплотить то естественно блин там не стоит платить четыре доллара чтобы вас фон был это фигня все ну и принципе все если еще что-то непонятное как бы на все отвечаю на все вопросы вы задавайте пытайтесь только задавать лучше вконтакте заходите всегда вконтакте группы все мониторить там и там часто появляется то чего на ю тубе не появляется понимаете вот и вопросы не так читать легче на youtube уж на youtube мне под каждым видео надо прочитать и отведите вконтакте на стеночке все удобнее вот все до свидания с вами был сузлик подписывайтесь на канал оставляйте комментарии задавайте вопросы всем пока